Что касается последних изменений, я буквально еще перед встречей уже, наверное, на третий или на четвертый раз еще раз перечитываю все то, что там разместили, и, соответственно, по ходу пьесы разбираемся, что именно хотели сказать испанцы. Во-первых, самое главное изменение – это все-таки по количеству денег на жизнь, которые нужно показать. То есть это действительно было очень… точнее, до того, как опубликовали эти изменения, минимальная сумма на жизнь 8400, она была очень низкой, поэтому я всех призывал, что нужно показывать большую сумму. К сожалению, к моим призваниям не прислушались, то есть очень много людей показывали именно 8400, и, соответственно, возможно, еще и поэтому испанцы учли это и резко увеличили сумму. То есть по расчетам получается, что нужно будет показывать 1080 евро в месяц. Эту сумму нужно умножить на 2, то есть это 200%. Далее мы умножаем эту сумму на 12, и далее там указано, что нужно показать сумму на срок действия резиденции. Собственно, ровно эти же слова были указаны и в старом варианте, но проверяющих вполне устраивала сумма и на один год. Вот как будет сейчас, я тоже не знаю. То есть нужно… мы ждем первых смельчаков, которые подадут документы и покажут какую-то сумму. Ну, то есть сейчас я бы рекомендовал показывать сумму не меньше, чем 26 тысяч евро. В любом случае они пришлют до запроса, либо они подтвердят. То есть такого не будет, что вы показали недостаточную сумму, поэтому мы вам отказываем. То есть это главное. Теперь, что касается подтверждения инновационности. Я пока не готов на память сказать. У меня сейчас открыт документ, и я подниму… Могу рассказать. Так вот, по сути, они хотят какие-то железобетонные подтверждения, что ваш проект является инновационным. Соответственно, это то, что Министерство экономики Испании, Министерство науки и инноваций подтвердило, что ваш проект является инновационным, о том, что вы привлекли инвестиции, что ваш проект получил награду. Собственно, это вы все и сами можете прочитать. Как с этим бороться и что можно делать? Мой вариант, что лучше всего, если мы будем в проектах указывать, что вы уже привлекли инвестиции. То есть, если сейчас очень часто пишут письма о том, что кто-то намерен инвестировать, я считаю, что сейчас нужно так и говорить, что проект уже создается, вот, и вы уже подписали, например, договор о том, что вы привлекаете инвестиции. Соответственно, понятно, что для того, чтобы непосредственно привлечь инвестиции, вам нужно будет зарегистрировать компанию, и, соответственно, это понеслась отдельная история. Это все не так просто сделать. Вот. Но показать договор о том, что вы привлекли инвестиции, я думаю, что это будет уже подтверждением инновационности и подтверждением, что ваш проект находится на более высокой стадии. Если кратко, то так. Коллеги, если вы хотите меня дополнить, у вас есть свои мысли, вопросы, то пожалуйста. Если нет, тогда я передам слово Екатерине. У нее рука. Да, у меня вопрос как раз в продолжении вашего ответа. Спасибо. То есть я правильно понимаю, что таким образом полностью исчезает опция подаваться на стартап с идеей? Нет, из моего ответа это не следует. Ну, то есть если нет договоров об инвестициях, если это просто проект на уровне идеи, но все фаундеры очень горят желанием попробовать это начать создавать, в таком случае никакой инновационности или инвестиций пока нет. Ну да, но смотрите, я сейчас говорю о том, что если люди раньше самостоятельно готовили письма о том, что в них кто-то будет готов инвестировать в их проект, то на самом деле не так сложно и подготовить такой же договор. То есть я говорю об этом. В то же время, если ваш проект только на стадии идеи, и у вас совершенно нет ничего, нет ни подтверждения того, что ваша идея может быть востребована, нет банально даже сайта, нет прототипов, то, конечно, это все ухудшает шансы на подтверждение. То есть лучше всего, чтобы ваш проект был в более продвинутой стадии. Ну и по факту, чтобы никого не вводить в заблуждение, вот все те требования, которые Ениса разместила, говорят о том, что да, они хотят видеть уже более-менее работающий проект на более продвинутых стадиях, потому что риск того, что проект не взлетит, уменьшается. Соответственно, нужно пробовать создавать видимость того, что ваш проект уже работает, если его, точнее, не работает, а он находится на более продвинутой стадии. И мы будем тестировать, насколько им это все нравится. Опять же, у меня есть гипотеза, то, что они написали, это как бы завышенные требования. Когда пойдут проекты, они будут все равно анализировать и количество подтверждений, и отказов, и регулировать вот эти вот гайки. И это испанцы, опять же, они могут быть более лояльны. Ну, то есть, допустим, у них пойдут сейчас много отказов, они увидят, что они слишком закрутили гайки, они их начнут откручивать. Поэтому говорить о том, что все точно, лавочка закрылась, если у тебя нет работающего проекта, вы не привлекли там 500 тысяч, хотя бы 500 тысяч долларов, нет, я бы так не говорил. Поняла, спасибо. Пожалуйста, Татьяна, ваша рука. Татьяна, слышно меня? Да, меня слышно? Да, теперь слышно. Да, добрый день. А, вопрос такой. Если проект описан нормально, а есть целевая аудитория, кому продавать продукт, да, есть четкое понимание, кто покупатели, но нет конкретных договоров с ними пока еще, и нет понимания по инвестициям. Как можно все противоположить? Последнюю фразу повторите, пожалуйста. Нет договоров с покупателями продукта и нет договоров с инвесторами. Так, а вопрос? Ну, понятно, кому продавать при этом. Как-то можно податься в этой ситуации? Ну, смотрите, лучше всего подготовить предконтракты с потенциальными клиентами. Есть возможность их заключить? Ну, то есть это будет уже являться подтверждением, что как только ваш проект запустится, у вас уже будут клиенты. Вот, опять же, как я понимаю, по логику Ениса, самая частая проблема стартапов в том, что они не идут продавать. Они пилят продукт, создают команды, пытаются привлечь инвестиции, но не идут к непосредственным покупателям. И, собственно, вот эти самые покупатели, клиенты, они и дают ответ о жизнеспособности проекта. Поэтому мое решение – то, что нужно показать хотя бы несколько предконтрактов. А еще лучше сказать, что вы, там, не знаю, провели встречи, например, с 50 потенциальными клиентами, с 10 из них вы уже заключили предконтракты, и вот в бизнес-плане в приложении там 1, 2 или 3 вы прикладываете там 2 или 3 предконтракта. Ну, то есть на самом деле это может быть и не так, конечно, про 50 и про 10, но 2-3 предконтракта лучше всего показать. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Евгений, ваша рука. Да, добрый день. Я хотел сказать сначала про, спросить, что инвестиции вы сказали, есть ли понимание, какие это суммы? Ну, во-первых, это зависит от проекта. Во-вторых, и от стадии проекта. Соответственно, если вы только пилите MVP, то это не должны быть какие-то большие суммы, то есть это можно указать как бридж в размере, например, 30-50 тысяч евро. Ну и, соответственно, все эти инвестиции должны быть где-то не в России, Беларуси. Точно. Именно там их не должно быть. Ну и второй вопрос о ситуации, которая сейчас складывается с людьми. И у меня в частности. Я подавался 2 января. Сейчас понятно, что идут технические отказы, скорее всего, но у меня будет тоже. Вот, соответственно, вопрос такой, как вы думаете, после 27 июня, или когда они там финализируют эти полгода, будут ли, во-первых, одобрения, или хотя бы какие-то ответы по этим проектам? Потому что технический отказ даже обидно. Ни да, ни нет, ничего. Ты не понимаешь, все хорошо ты сделал или плохо. И второе, если они все-таки откажут апелляции и так далее, финально, можно ли будет податься после 27 июня с этим же проектом? Просто, может быть, на опыте прошедших месяцев доработать его с учетом новых понятных требований? Хорошие вопросы. Смотри, Евгений, вот мой предыдущий опыт говорит о том, что повторно подавать проект нельзя. То есть, когда я получал отказы, я писал письмо, и мне сказали, что с тем же самым проектом подаваться нельзя, даже если вы его доработаете. Сейчас совершенно новые проверяющие, и я, например, вообще не знаю, будет ли у них одна и та же база, которой пользовался УГИ, вот, то есть, будет ли у них вообще информация, кто подавался раньше. Я этого не знаю. Но лучше перестраховаться, чтобы не было вероятности того, что вам откажут просто потому, что такой проект уже был. Поэтому моя логика такая, что ваш проект лучше всего в случае отказа доработать, назвать его по-другому и спозиционировать его по-другому. Я не думаю, что это критически сложно, то есть, это потребует небольших изменений в проекте, но это исключит вероятность отказа по тому, что вы повторно прислали один и тот же проект. Ну да, потому что обидно будет по проекту, там уже и работа ведется, и ВП есть, и собирается все, и теперь непонятно, что с ним делать, просто переназываться, по-другому чуть упаковаться, окей, а то совершенно новую придумывать, описывать. Это будет тяжелее гораздо уже, сколько сил и времени, вроде как собирались даже проект делать. Ну, мое предложение все-таки его немножко изменить, немножко по-другому спозиционировать, вот дать другое название и все. И вы, по крайней мере, исключите уже возможность, ну, я уже сказал об этом, не буду повторяться. Кроме того, если вы получите технический отказ, я бы все-таки вам рекомендовал подавать апелляцию. Мы пока, опять же, не понимаем логику вот этих самых отказов. Вполне возможно, что они в любом случае анализируют проекты и ставят для себя галочки, что вот этот вот проект хороший, а вот этот вот проект плохой. Просто сейчас, возможно, у них нет какого-то внутреннего регламента, чтобы давать подтверждение, то есть чего-то им не хватает. И, соответственно, если вы подадите апелляцию, то вполне возможно, что они пересчитают проект, увидят там свою галочку и дадут вам все-таки подтверждение. Поэтому я бы от этой возможности не отказывался. Это не стоит там каких-то больших денег, подача апелляции. Вот мне кто-то говорил, что это стоит 300 евро, подать апелляцию через юрист. Вот. Вполне возможно, что вы самостоятельно можете это сделать. Вот. Это тоже возможно. Я не говорю, что обращаться к испанскому юристу – это панацея от всех бед. Нет, это не так. Вот. И, кроме того, уже есть… Я точно знаю несколько… Апелляцию, это можно. Надо плазнуть, перемазать. Да, я сейчас договорю и дам возможность прокомментировать. Так вот, я уже знаю несколько проектов, которые подали апелляцию. Вот я с ними на связи. И, собственно, я точно так же буду следить, какие будут ответы и что изменится. Но в любом случае подавать апелляцию, я считаю, что это правильное решение в такой ситуации. Евгений, хотели прокомментировать? Да, спасибо. Еще раз по поводу отказа и апелляции. Если я полетчаю технический отказ, соответственно, по идее, если я не подаю апелляцию, обязательно нужно выезжать, чтобы соблюсти там все правила, 90 дней там и так далее. Вот. Если подаю апелляцию, значит, я могу теоретически этот месяц, время рассмотрения еще находиться здесь. Правильно? Да, верно. Все окей, спасибо. Надо дальше думать о ситуации, что делать. Да. Татьяна, вы первую руку подняли. Так. Может быть, это была та же самая рука. Тогда Анна, вам... Да, здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Я хотела узнать, ну, примерно то же самое, про апелляции и про отказы. Если мы находимся в Испании легально по шенгенской визе, естественно, мы подаемся, и шенгенская виза сгорает. И вот что происходит в момент, когда приходит технический отказ? Ну, вот, когда они избегают этого селенсию позитива. Что происходит? То есть нужно подаваться еще раз, или там автоматически они отправляют на дорассмотрение? То есть на каком основании тогда ты находишься на территории Испании, если тебе пришел технический отказ? Ну, если вы не подаете апелляцию, то вам нужно будет выехать с территории Испании. А находились вы легально, потому что ваши документы рассматривались. Да, да. У вас есть подтверждение. Да, но, с другой стороны, тебе пришел технический отказ, и ты не можешь уже снова податься с тем же проектом. Он же технический, как бы он не по сути бизнес-плана, например, а, насколько я понимаю, технический, это просто когда они не успели рассмотреть. И все равно в этой ситуации тебе нужно подаваться с другим каким-то бизнес-планом и проектом. Ну, смотрите, Анна, еще раз Евгению я объяснял, что в данном случае я считаю лучше подавать апелляцию, потому что это технический отказ. Вот, и они просто, как сказать, они должны соблюдать закон, и они не могут себе позволить затянуть сроки, чтобы вы получили автоматические подтверждения. И поэтому, как бы, тут речь не идет про то, что повторно подавать тот же проект или не подавать. Ну, то есть нужно подать апелляцию, и дальше мы смотрим. То есть моя гипотеза состоит в том, что если это был технический отказ, то они должны пересмотреть. Но апелляция, я так понимаю, ты можешь подать ее в течение месяца, и этот месяц тоже легально, а само рассмотрение, они же не успеют за короткий срок рассмотреть твою заявку снова, если они до этого полгода этого не сделали. А зачем за короткий срок ее рассматривать? Нет, не зачем, просто я спрашиваю, есть ли ваши практики, знаете ли вы, сколько в итоге они дорассматривают бизнес-планы, которые они не успели рассмотреть в положенный срок. Нет, у меня нет такой практики, потому что это совершенно новая история. Я знаю, что по апелляциям, например, вот самый первый проект, который входил апелляцию, вот уже второй месяц идет, пока нет ответа. И все это время ты сидишь спокойно в испанке? Ну, относительно спокойно, но сидишь. Поняла. Спасибо. Пожалуйста. Коллеги, не вижу ваших рук, есть ли вопросы? Да, Татьяна, пожалуйста. Да, вопрос. Тогда прямо противоположная ситуация и ты сидишь в Испании. А для продления ВНЖ необходимо показать перебывание в 183 дня в течение всех перебывов? Нет, в течение года. Предшествующего продления? Или первого? Вот вы прерываетесь. Можно еще раз? В течение года предшествующего продления? Нет, в течение каждого года. Это срока действия резиденции. Поняла, спасибо. Да, Евгений, пожалуйста. Борис, то есть 183 дня считаются не календарные, а с момента выдачи ВНЖ, правильно? То есть то, что ты находился сейчас здесь, ждал 3 месяца или там 4 с апелляцией, они считаются или они считаются тоже после 183 дня? Так, ну, предыдущий вопрос же был про резиденцию, верно? Когда уже есть резиденция. А вы сейчас уточняете, если подал апелляцию? Ну, это в продолжение будем считать, что, допустим, все хорошо. Ты прождал 3 месяца, подал апелляцию, после апелляции получил положительный ответ, гипотетически тебе выдают резиденцию. Вот 183 дня считаются с какого момента? С момента, как ты здесь находишься или с момента выдачи резидента, как мы сейчас сказали? Евгений, я не уверен в своем ответе. Это лучше уточнять у юристов. Как это точно и правильно? Вот, поэтому я лучше не буду выражать свое мнение. Окей. Коллеги, еще вопросы? Да, Татьяна. Какая сейчас ситуация с налогами по открытию ИП? Именно по открытию ИП, верно? Хотелось бы оба варианта рассмотреть. Аутонома и СЛ. Смотрите, по аутонома тут ситуация понятная. В этом году, если вы регистрируете, то вы будете платить 80 евро в месяц. Это социальный налог. Плюс 20% это налог на доходы. И плюс ИВА. Ну, то есть плюс НДС, если вам поступают платежи внутри Испании. Услышали, да, меня? Да, спасибо. Вот. По СЛ там немножко другая ситуация. Во-первых, вам нужно будет платить тот же самый налог за аутонома. Ну, то есть если вы являетесь и учредителем, и, скажем, директором, то вам нужно будет также регистрировать аутонома. Вот. Плюс к этому вы платите налог на прибыль. И вот все слышали о том, что для инновационных компаний он может быть снижен с 25 до 15%. Для того, чтобы эта опция заработала, то вам тоже нужно будет получить подтверждение в той же самой Енисе о том, что вы являетесь инновационным проектом. Соответственно, после этого вам будет снижен этот налог. Ну, и НДС точно так же у вас остается. Вот. Таким образом, у СЛ еще есть один налог. Я сейчас сходу не вспомню, как он называется. Но в месяц по СЛ платится порядка 140 евро. Это налог, обязательный налог. И плюс еще за обслуживание хестеру. Ну, там тоже идет где-то порядка 140 евро в месяц. Вот. Вот. Что касается по Autonomo, то я плачу бухгалтеру 60 евро в месяц. Питала на вашем канале рекомендации, что рекомендуется открывать все-таки СЛ. С чем это связано? Это связано с тем, что вы можете указать большее количество видов деятельности. Кроме того, вам будет проще получать помощь в виде грантов, потому что их в основном дают СЛ. Вот я пытался на Autonomo, у меня пока не получилось. Что еще? Если вы будете привлекать инвестиции, то их тоже можно привлечь на СЛ. Ну и вот эта возможность снизить налоги с 25 до 15 процентов, она тоже доступна только СЛ. Для Autonomo она недоступна. Но если вы не планируете использовать вот те опции, про которые я сказал выше, и если вы хотите сэкономить, то вам достаточно и Autonomo. Вот я сейчас, например, скажем так, Autonomo, но я планирую открывать СЛ. Я еще посмотрю, может быть, в начале следующего года открою СЛ. Спасибо. Да, Евгений, пожалуйста. Если сразу тему налогов затронули, тоже можно задать вопросы? Значит, у меня ИП в России по определенным причинам закрыть года 3-4 я его не смогу. То есть она будет висеть. С налогами там как бы все понятно. Что с налогами и здесь для физлиц? Можете рассказать, то есть, допустим, я пользуюсь там картой Казахстана, живу в Испании, оплачиваю как-то счета, аренды там и все остальное. Какие налоги, как вообще могут ко мне, как они могут узнать о том, какие у меня обороты по ИП? Потому что, насколько я знаю, сейчас никакого обмена между странами по налоговым каналам нет. Вот, насколько я знаю, есть обмен каналами из Казахстана. Вот, знаете, наверное, я вам что скажу. Мы в понедельник планируем проводить вебинар, посвященный запуску стартапов в Испании. Вот, и мой партнер Катерина Гребенникова, она как раз достаточно глубоко разбиралась с темой налогов. И вот я, кстати, в сообществе отправлял форму, вы можете задать там свой вопрос, и прямо на вебинаре она вот, ну, слово она отвечает за тему налогов. Вот, она постарается рассказать. Это первое. И второе, мы планируем запускать курс по запуску стартапов, вот, и там будет прямо отдельный раздел по налогам, и я уже встречался с налоговым консультантом, который прямо очень сильно готовится к этому. Я к чему говорю, потому что я не налоговый консультант тоже, я не смогу вам прямо достоверно дать ответ на этот вопрос. Да, я понимаю, поэтому я уточнил, когда еще раз вебинар будет? Скажите, пожалуйста, или там в чате, где-то анонсируйте. Уже анонсировал, будет в понедельник в 18.00 по Испании. Посмотрите в теме услуги... Нет, по-моему, в теме продления я это разместил. Угу, хорошо, спасибо. Коллеги, можно еще поднять руку и задать вопрос? Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я просто не знаю, как поднять руку. У меня вопрос. Вот мы подавались на стартап, еще было до середины декабря, и нам пришел отказ в конце марта. Мы подались на апелляцию в начале апреля. У нас есть юрист, который подавал за нас документы. Тут как бы такой момент, что пока в Москву я не собираюсь, у меня виза фенгенская до конца следующего года. Я, в принципе, готов пойти. Он мне просто говорит о том, что есть возможность по карте на апелляции податься заново в стартап. Я так понимаю, что можно чуть-чуть изменить его, переназвать как-то, добавить каких-то современных технологий туда еще больше и попробовать опять податься. Вопрос у меня такой. Я понимаю, что я как-то не очень официально нахожусь здесь, но при этом я нахожусь в каком-то процессе, и для части ресурсов Испании я как-то вроде официально, а для каких-то я неофициально. Но вот не очень понятно, как это повлияет в будущем, если я вдруг захочу уехать из страны. Такой вопрос. Ну, давайте бы пытаться разобраться. Если что, то задавайте наводящие вопросы, чтобы мы смогли прийти к ответу. Да, вот я открыл, собственно, вы в чате писали ваш вопрос. Смотрите, во-первых, вот мне два юриста сказали, что если вы подали апелляцию, то вы не можете подавать новый проект. И на самом деле я считаю так же, что с точки зрения подачи апелляции, то есть, когда вы подали апелляцию, то вы находитесь легально. Но это не значит, что вы можете подавать другой проект. Это вот моя логика. Вот, в то же время мы в Испании, и знаете, здесь иногда бывает то, что не поддается логике. Поэтому, окей, как бы, если вы попробуете, то от этого хуже никому не станет. Вы можете как-то создать прецедент. Вот, опять же, по мне нужно делать все возможное для того, чтобы остаться. Ну, и, соответственно, если это не требует каких-то сверхусилий и не требует нарушения закона, то, соответственно, почему бы это не попробовать? Но вероятность того, что вы получите подтверждение даже потому, что ваши документы проверены и соответствуют, но у меня есть в этом прям большие сомнения. Вот. Теперь, что касается того, что докрутили, подключили нейросеть и погнали на вторую подачу. Я вот уже отвечал на сегодняшнюю встречу, что еще по старым правилам это точно нельзя было. Я своими глазами читал, точнее, своими руками писал вопрос и глазами читал ответ, что не так нельзя делать. То есть у них очень много проектов, и они не хотят заниматься тем, что там будут искать, что же вы изменили. То есть, по сути, они второй раз будут читать одно и то же. Вот. То есть они сразу будут к вам настроены негативно, и я не думаю, что это очень правильное решение. Все-таки я вот настаиваю на своей позиции, что лучше поменять название, немножко по-другому спозиционировать его, вот, докрутить и подавать. То есть в целом это нормально. То есть и моя логика была такая, в смысле, я делал сам ровно так же, но это были еще старые правила. Когда я получил отказ по первому проекту, потом я его, да, очень сильно докрутил, вот, абсолютно другое название поставил и в итоге получил подтверждение. Вот. Ну, то есть такая практика у меня была, поэтому я и говорю, что вот такой способ работы. Вот. Но еще раз говорю, вам никто не мешает, пожалуйста, вы можете попробовать это сделать, если вдруг получится. Ну, здорово, значит, правила изменились, случился прецедент. Но я все-таки за то, чтобы делать то, что с большей вероятностью должно сработать. Да, я понимаю, да. А скажите, вот вторая часть вопроса, где, как вариант, подсоединиться к другой команде, которая уже прошла одобрение. Смотрите. Во время апелляции. Здесь логика примерно такая же, что хоть вы подаете заново документы на весь проект, или вы присоединяетесь, то есть вы должны легально находиться на территории Испании. То есть сам бизнес-план в данном случае, он вообще не играет никакой роли. Вот. Поэтому глобально возвращаемся, точнее, логически возвращаемся к первой части вашего вопроса. Если вдруг у вас получится доказать, что вы находитесь легально на основании того, что вы подавали апелляцию, вот, то тогда разницы нет. Вы можете подавать документы на присоединение к другой команде. Но в то же время я считаю, что это очень такой слабый вариант, потому что вы им сказали, что вы работаете с одним проектом. Они еще не до конца с вами разобрались, а вы уже говорите о том, что вы уже, опа, перешли в другой проект. Вот лично я бы точно сказал, что, слушайте, вы что-то мельтешите, и я вам просто не верю ни тут и ни там. Ясно. Поэтому давайте я как бы краткий summary сделаю. Если вы подаете апелляцию, то вам ничто не мешает просто попробовать и подать другой проект. Вот. Другой проект, он может быть похож на первый, но все-таки лучше, чтобы он был с другим названием, как бы, немножко по-другому спозиционировать, но чтобы были все-таки отличия не один к одному. Угу. Окей. Вот. И если, ну, то есть вероятность, что это может проскочить, она есть. Но это не системный подход. Окей, пойду так. Посмотрим. Спасибо. Спасибо вам. Коллеги, еще вопросы? Да, Евгений, пожалуйста. Если подавать апелляцию, что там должно быть по-хорошему? Если, допустим, MVP уже разрабатывается, есть даже работающее приложение, оно там не выложено в стор и так далее, но есть сайт, допиливается приложение и так далее. Это будет же явным плюсом в апелляции на технический отказ, в частности. Смотрите, вот, опять же, то, что я сейчас скажу, это моя логика, и она пока ничем не подтверждена какими-то фактами, потому что мы все находимся в начале этого увлекательного квеста. Так вот, если вы получили технический отказ, то на самом деле вот то, что вы говорите, MVP будет что-то еще дорабатывать, их это не будет сильно волновать. По идее, они должны будут вернуться к тому бизнес-плану, который вы уже указали, и условно еще раз его посмотреть. В то же время, когда вы подаете апелляцию, вам нужно подготовить объяснение, то есть с чем именно вы не согласны. И вот в этом объяснении лично я бы указал о том, что работа над проектом уже ведется, что вот за это время вы уже успели сделать вот это, вот это, вот это, в том числе там практически готов MVP, вот ссылочка. То есть нужно показать, что это был не фейковый какой-то проект, а вы действительно над ним работаете. Ну да, тем более там в самом бизнес-плане уже расписаны какие-то сроки, шаги, и там в первых месяцах этого года, так сказать, и было план по разработке начать. Да, да, да. Я бы в вашем письме все-таки давил бы на то, что вы все равно настроены реализовывать этот проект. Этот отказ вас опечалил, но из-за этого несколько скорректировались планы, но вы все равно настроены это все реализовывать, вы работаете. Вот, и для выхода на испанский рынок, безусловно, вам нужно подтверждение. И в связи с тем, что, ну, то есть вначале тоже нужно добавить каких-то ссылок на законы. Вот. И, в общем, вы просите, чтобы решение было пересмотрено. И все. Ну, тем более оно вообще было недосмотрено, получается. Ну, вы же не можете так сказать. А очень хотелось бы. Ну, смотрите, это уже, как бы, на ваше усмотрение, как вы это сформулируете. Можно мягко, лучше мягко формулировать, то есть ни в коем случае нельзя наезжать и говорить, слушайте, вы чего там. Ну, понятно, конечно, понятно. Вот. А сколько времени есть на отходячу апелляции после технического отказа? На один месяц. И рассмотрение апелляции занимает тоже непонятное количество времени. Вы сказали, вот там второй месяц кто-то ждет и нет еще, да, ответа? Да. Ну, вообще заявлялось, что три месяца. А еще три месяца? Нет, не еще, а вообще три месяца. Вот. Но на самом деле это может быть и дольше. То есть вот сейчас апелляции идут, сроки идут. Я уверен, что информация о процессе, она будет появляться и в нашем сообществе. Вот нужно как-то, все равно нужно вклиниваться в этот процесс. Чем больше будет апелляции, я не думаю, что они тоже сильно заинтересованы в их увеличении. Вот. Массовостью мы можем повлиять на изменения их логики. Угу. Окей, спасибо. Да, Александр, пожалуйста. Александр Афтюхов, пожалуйста. Александр, вас не слышно. Алло. Да, да, сейчас слышим. Я прошу прощения, были на странице выключены. Я задам вопрос. Извините, если не в тему, просто. Вот скажите, при подаче документов, если играет ли роль, если, например, мы заранее подадим какой-нибудь акселератор или там инкубатор, чтобы, ну, испанский имеется в виду, чтобы, ну, подтвердить, что нас вот инкубатор взял, например, и дополнительные ли очки это даст, в принципе, это не прописано нигде, то есть это вроде не дает как бы официальных баллов, но неофициально может ли это повлиять, если смысл с этим заморачиваться. Смотрите, в теории это даст баллов. Вот. Но на практике вообще испанские акселераторы, если вы еще к ним не приехали, то они вас прямо так не возьмут. То есть вам в любом случае нужно быть здесь, вот, точнее, вы можете провести с ними предварительную встречу. То есть они могут сказать, например, что да, им интересен ваш проект, вот, но дадут ли они вам какое-то письменное подтверждение того, что да, они вас взяли, я, честно, сильно в этом сомневаюсь. Вот, кстати, у нас на встрече Анна, у которой проект, как я помню, прошел в Demium. Анна, подскажите, пожалуйста, у вас есть какое-то подтверждение, что вы прошли в Demium? Так, наверное, она нас не слышит. Возвращаясь к вам тогда, Александр, я считаю, что если вы все равно собираетесь в акселераторы, то в любом случае заявку стоит отправить. И они в любом случае, очень многие из них готовы с вами встретиться онлайн. Если же они вам хотя бы на словах скажут, что да, проект интересен, то вы можете об этом сказать в своем бизнес-плане. Что вы вот проводили встречу с такой-то, 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 можно на нее ссылочку в LinkedIn разместить, вот, и она подтвердила свою заинтересованность. Это вам добавит плюсов. Это раз. Второе. Я сейчас обдумываю, то есть я здесь в Испании тоже запускаю акселератор, вот в рамках которого как раз мы и будем проводить и вебинар в понедельник, и курс мы готовим, и плюс мы уже работаем с пилотными проектами по запуску стартапов в Испании. Так вот, я обдумываю идею, чтобы наш акселератор тоже мог выдавать подтверждение о том, что мы заинтересованы в этом проекте, и на наш взгляд он обладает инновационностью. Я, честно, не знаю, какой вес прибавит такое письмо, но в то же время это все равно будет плюс. Поэтому, если вам интересно, мы можем просто обсудить, вот, мне было бы интересно проверить эту гипотезу. То есть вы ничем не рискуете по факту. Вот, если это поможет, ну, значит, это здорово. Значит, мы будем масштабировать эту идею. Круто, спасибо большое. Просто я добавлю, в Португалии, когда, ну, подаешь на стартап визу, там первый шаг – это податься в инкубатор, акселератор, и там довольно охотно подтвердают, что ты вот подходишь. Это следующий шаг перед подачей, собственно, на визу. Казалось, что в Испании похожая история, но вот почему не очень. Ну, ладно. Нет, Александр, она отличается. То есть нет такого, что вы обязательно должны договориться с каким-то акселератором. Вообще такого нет. И даже вот после новых уточнений от Енисы там тоже это не сказано, что вы обязательно должны показать договор с акселератором. Я понял, спасибо большое за ответ. Да, пожалуйста. Максим? Да, Борис, добрый день. Подскажите, по вашему мнению, в связи с текущими отказами, лучше подаваться все-таки после 23 июня, либо подаваться в ближайшее время? Спасибо. Ну, фактор 23 июня, он не является единственным. И я не могу вам точно сказать, как лучше, до 23 июня или после 23 июня, потому что вот из моего опыта по стартап-визе ситуация, она постоянно меняется. Тут очень редко бывает какое-то стабильное состояние. И проблема в том, что о том, что система изменилась, мы узнаем тогда, когда приходят подтверждения или отказы, то есть спустя там три или четыре месяца. Поэтому исходить тут нужно из вашей текущей ситуации, когда именно вы собираетесь, когда вам удобнее подаваться. Потому что вы подадитесь, например, до 23 июня, но рассматривать вас будут все равно в итоге там где-нибудь ближе к осени. Вот. И, соответственно, информация будет другая. А если вы подождете, когда уже будет осень и все будет понятно, то там могут закрутить гайки, например, и поднять проходной балл. Поэтому тут как на экзамен. Никто не знает, когда лучше заходить первым, в середине или последним. Это по вашей интуиции и по вашим обстоятельствам. Понял. Спасибо большое. Александр? Да, я еще вопрос задам, если позволите, быстро. Вот если есть задача в целом, ну вот у меня как у предпринимателя задача переехать в Испанию и сделать там проект. Вот, исходя из текущей ситуации, кажется, что один из вариантов, если я еще не подался, а я еще не подался, подать на номадскую визу, ну, Digital Nomad, и просто открыть компанию. Вот, это же, в принципе, ну, этот вопрос, который вытекает из моего предложения, это же, в принципе, нормальная история, когда у меня будет условно-номадская виза, которая, в принципе, ни в чем меня, сколько я знаю, не ограничивает. Я просто буду делать, условно, свой стартап, который будет в целом отвечать тем же критериям инновационности, я буду получать те же условные привилегии, если зарегистрировать в стартап, он будет соответствовать. Ну, просто будет другой тип президентства. Может, вопрос не по стартап-виде, но в целом это про то же самое, то есть проживание в Испании, то есть делание бизнеса. Ну, смотрите, Александр, я, на самом деле, с вами согласен, что это хороший вариант, кроме того, что вам нужно будет ежемесячно оплачивать налоги. Вот, и, как бы, это набегает достаточно приличная сумма. И если вы еще дополнительно запустите бизнес, то, как бы, по налогам это будет достаточно приличная сумма. В то же время, если вы понимаете, что у вас достаточно высокий уровень дохода, он стабилен, и вы уверены в том проекте, который вы запускаете, то я бы сказал, да. Вот предложенный вами вариант, он гораздо проще, что ли, и более реализуемый. То есть у него меньше рисков, вот так, менее рисков. Я правильно понимаю, это, кстати, момент, который я что-то не думал про него. Если я указываю, ну, например, уровень дохода, там, скажем, 3000 евро, мне нужно будет регулярно каждый месяц платить с него налоги? Да, конечно, 24%. Ага, ух ты. Это немножко меняется. Ладно, спасибо, что подсветили. Это интересный момент. Единственный минус Digital Nomad. Да-да-да, все остальное вообще прекрасно. Но еще раз, если вы зарабатываете, например, 10 тысяч долларов, вот, я думаю, что возможно указать, например, что ваша зарплата, там, составляет 2, там, с лишним тысячи, и платить 2 с лишним тысяч 24%. Но в целом, как бы, это адекватная цена возможности спокойно жить в Испании. Вот, и, да, извините, еще буквально я одно предложение скажу, что сейчас вместе с моим партнером Артемом Артемовичем мы готовим гайд по получению Visa Nomad. И, кроме того, мы с ним разрабатываем, ну, прямо очень годные условия для того, чтобы все желающие могли подать. Для чего мы это делаем? Потому что, если подтвердится гипотеза, что нужно показывать достаточно большую сумму на жизнь по стартап-визе, то эта возможность будет доступна далеко не всем. Вот, и действительно, можно будет вначале получить Visa Nomad, а потом, например, спустя год уже модифицировать ее до стартап-виза. То есть, надо посмотреть, что будет происходить. Это как небольшой анонс. Да, не видел, кто первый, Татьяна или Максим? Между собой договоритесь. Уступим Татьяне. Да, Татьяна. У меня вопрос логического продолжения предыдущего. Если у нас Digital Nomad уплачивает 24% в Испании, уплачивают ли они при этом еще и в России 30%? Я думаю, что да, если честно. Потому что, ну, это опять же, тема налогов, вот, и это отдельный вопрос, но вот по моей логике, что если обмена между странами нет, то вас и в России попросят оплатить, вот, и есть вероятность, что могут попросить и в Испании это сделать. Не думаю, что это просто. В идеале, если вы заплатили в России 30%, то тогда в Испании, по идее, вы не должны будете платить. А вот эта лазейка, когда работатель прописывает удаленное рабочее место за пределами страны и получает ноль налогообложений и не работает по-русски? Татьяна, давайте, я, наверное, не буду все-таки в тему налогов углубляться, я боюсь, что могу дать просто неверную информацию. Это действительно не моя специализация. Лучше вот так же найдите ссылочку на форму, я могу ее, если, да-да-да, если я сейчас быстро найду, я ее прямо здесь скину, вы можете форму заполнить для вебинара и задать свой вопрос, и мы постараемся подготовиться и дать ответ. Спасибо. Сейчас, одну секунду, пожалуйста. Надеюсь, что я не ошибся. Я в чате. Максим, пожалуйста, ваше вопрос. Борис, верно ли я понимаю, что до получения одобрения резиденции тире ВНЖ смысла юрлицо регистрировать никакого нет и более того, это практически невозможно, кроме аутонома? Если у вас нет ВНЖ, то вы аутонома тоже не зарегистрируете, но смысла в этом нет. На самом деле, даже если вы получили ВНЖ, то из моего опыта есть смысл регистрировать компанию, если вы не планируете реально запускать проект, то это можно сделать и через один год. Это абсолютно нормально. Соответственно, один год вам не нужно будет платить бухгалтеру, платить налоги, просто жить спокойно. Понял, спасибо. Да, коллеги, еще вопрос? Да, Александр. Я прям застыдно. Я просто не получился, не сразу там, первые 10 минут пропустил. Там было в чате про 26 тысяч. Вы просто обмолились про повышение суммы необходимой. Это именно про этот вопрос? То есть, что не 26 тысяч евро нужно будет на заявителя показывать или это? Да, да, да. Это про этот вопрос, но это еще на один год. В самом деле, там написано на срок действия резиденции. Соответственно, мы 25 900 умножим на 3, вот, это на фаундера, а на члена семьи, на супругу, например, нужно будет показать 75% от этой суммы, а на детей еще 25%. Соответственно, набегает там 150 тысяч евро. Это уже принятая история, да? Нет. Это принятая история, но пока непонятно, действительно ли нужно показывать на срок действия резиденции. Я об этом говорил, о том, что и в предыдущей редакции было точно так же написано на срок действия резиденции, но все показывали на один год, и этого было достаточно. Соответственно, вот я о чем и говорю, что сейчас кто-то из тех, кто будет сейчас подаваться, покажет, например, 25 900, там 26 тысяч, и мы подождем, какой дозапрос придет. Вот. И придет ли вообще. То есть, если их устроить 26 тысяч, то это как бы не кажется прямо такой нерешаемой задачей, потому что я и раньше рекомендовал показывать 16 800 на одного фаундера. Ну, понятно, что это все деньги, вот, но это не поражает воображение. А если же все-таки они будут настаивать в том, что нужно показать за три года, и нужно на семью показать 150 тысяч, то тогда эта стартап-виза просто заканчивается. Но тут есть еще один момент, вот сегодня в чате, кстати, обсуждали, что это не обязательно показывать выпиской со счета. Можно показывать подтверждение о том, что у вас есть недвижимость. Вот. по идее недвижимость, она в любом случае стоит дорого, и зачастую она стоит дороже 100 тысяч евро, и поэтому, если суммарно это все показать, то тогда это тоже будет решаемо и реалистично. в продолжение темы такой же, этой же темы вопрос. Если показывать о доступности денежных средств на счетах, допустим, в банк СНГ-Грузия я перевожу, ну, какую-то достаточно значимую сумму в районе 16 тысяч, как обсуждалось ранее. Могу ли я, что вряд ли, конечно, но на всякий случай уточню, показать, что у меня также и на российских счетах есть достаточно крупная сумма, либо это их вообще никак не будет волновать и нужно всю сумму большую гнать в банк СНГ. Максим, мне нужно показывать выписки с российских банков, особенно если еще, не дай бог, покажете санкционного банка, то это просто будет все. Это трэш. Понял, понял. Вот, лучше не стоит так делать, да, нужно будет перегонять, как бы это ни хотелось. Коллеги, есть еще пять минут, можно один или два вопроса задать. Пока что, скажем так, косвенных подтверждений того, что технические отказы, в том числе и из-за суммы недостаточно идут, у нас нету, да? То есть, на уровне. Они такие посмотрели, скажут, ну, нормально все. Ну, то есть, лучше всего иметь запас, в запасе подтверждения о наличии недвижимости, вот, чтобы не перегонять там 150 тысяч куда-то, показать выписку, например, на 26 тысяч на фаундера, и лучше пока подаваться одному без семьи. Надо посмотреть, как это все работает, чтобы случайно не получилось, что они с вас всех дружно запросят 150 тысяч. А семью потом можно будет подтянуть, если будет положить на решение? Ну, конечно. Очень многие так и делают. То есть, вы показываете сумму, ну, раз уж мы начали брать за расчет 26 тысяч, вот, показали, потом на супругу надо показать 75 процентов, на ребенка 25 процентов. Складываем, получается, что на семью нужно показать те же самые 26 тысяч. Вы через месяц показываете ровно те же самые деньги, но это будет уже другая выписка, ну, и, соответственно, это всех устраивает. Поняли, да? Тоже как вариант на будущее, да, потому что сейчас семью тянуть было, конечно, накладно, и столько ждать и получить эти отказы. Да, вот очень многие так и делают. Вот, вначале показывают себя, потом уже подтягивают семью. Коллеги, ну, осталось две минуты. Если вопросы на данном этапе закончились, тогда я вас благодарю за участие, спасибо за интересные, полезные вопросы. Наверняка будут новые, пишите их в чате, или, если они не найдут ответов, то подключайтесь через неделю по той же самой ссылке в то же самое время и будем разбираться дальше с теми изменениями, которые уже вступили в силу. Хорошего дня и успехов всем со стартап-визой. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok